Привет друзья! Компания BlackEw продолжает обновлять свой ассортимент и активно выпускать новинки. В этом году они снова решили всех удивить и сделали самый доступный складной смартфон BlackEw Hero 10. Новинка получила два дисплея, много памяти, стереозвук, неплохое железо, быструю зарядку, основной модуль камеры на 108 мегапикселей и кучу других фишек. Смартфон уже появился в продаже и с 20 мая по 7 июня цена этой новинки будет всего 36 тысяч рублей. Внимание, в комплекте с чехлом, бампером и зарядкой на 45 ватт. На данный момент это самый недорогой складной смартфон, который можно купить на рынке. Отличный вариант для тех, кто хочет попробовать раскладушку, но не готов отдавать больше 100 тысяч рублей за именитые бренды. Начнем как всегда с самого интересного. Смартфон доступен в двух вариантах цвета, это розовый и классический черный. По габаритам в разложенном виде размер корпуса 75,5 на 169 мм. При этом толщина корпуса всего 8 мм и вес 198 грамм. Получился прям удобный тонкий аппарат. Рамка смартфона естественно выполнена из металла, а задняя крышка из эко-кожи. И судя по первым обзорам, качество материала вполне достойное. Также Blackie гордится практически нулевым зазором в закрытом положении смартфона. Как пишут в рекламе, шарнир прошел тесты и выдерживает 250 тысяч открываний. Насколько это правда, покажет только время. Новинка получила два хороших дисплея. Основной сгибаемый AMOLED дисплей диагональю 6,9 дюйма с разрешением 2560 на 1080 точек. Рамки минимальные, экран занимает 94% передней стороны корпуса. Заявленная пиковая яркость 1300 нит, это прям неплохо. Плотность пикселей хорошая, 443 ppi, частота сенсора 240 герц и главная частота шим затемнения 1920 герц. Шим не поднимается выше 21%, глаза скажут спасибо. Еще из интересного, заявлена цветовая гамма P3 и поддержка более миллиарда цветов. Правда, какой именно процент охвата цветовой гаммы мне известно. В любом случае, дисплей хорош по всем параметрам, это яркая, сочная AMOLED матрица. Один момент, который не очень понравился, частота обновления экрана стандартная, всего 60 герц, что не очень круто в 2024 году. Второй дисплей диагональю 1,19 дюйма и это уже OLED матрица с разрешением 390 на 390 точек и плотностью 328 ppi. Здесь отображается уведомление, есть время, управление музыкой, информация по активности, погода, можно установить разные циферблаты, но самое интересное, с помощью этого экрана можно делать селфи-фотом на основную камеру, тем самым улучшив качество фото. За звук отвечает два стереодинамика, как обычно обещают кристально чистый звук, но это мы проверим только во время теста. Работает смартфон на фирменной оболочке DOCOS 4 на базе 13-го андроида, над оболочкой немного поработали, например появился островок Dynamic Live. Но самое интересное, Black U обещает обновление вплоть до 16-го андроида, то есть полноценная техподдержка, вот это интересно. Мне кажется, такими темпами Black U быстро подвинет многих производителей, не только смартфонов, но и планшетов. Набор камер здесь такой, основной модуль на 108 мегапикселей Samsung ISOCELL HM6, 8-мегапиксельный ширик с углом обзора 120 градусов Samsung ISOCELL 4H7 и фронтальная камера на 32 мегапикселя. В рекламе, как обычно, куча информации об обновлении различных улучшалок в плане фотовозможностей. Появились разные интересные режимы камеры, например, можно использовать смартфон как зеркальце для нанесения макияжа. Женщины точно оценят. В плане видеовозможности, основная камера снимает максимум в 2К разрешении 30 кадров в секунду и фронталка Full HD, но 60 кадров. Ну и наконец-то про железо. Здесь мы получили уже проверенный стандартный набор среднебюджетного смартфона. На борту так называемый народный процессор Helio G99, который можно встретить на многих смартфонах и планшетах. Техпроцесс 6 нм, графика Mali-G57MC2. Также 12 гигабайт оперативной памяти LPDDR4X и 256 постоянной памяти UFS 2.2. В Antutu получаем примерно от 400 до 440 тысяч баллов, но Storage Test выдаёт примерно 41 тысячу баллов. Такой набор хорошо всем знаком, этого железа более чем хватит не только для нормальной стабильной работы системы, но и в играх тоже будет всё вполне неплохо. Например, можно поиграть в танки на максимальных настройках, PUBG Mobile на средних настройках и даже Genshin, но уже на минималках. По автономности, аккумулятор ёмкостью 4000 мА и в комплекте зарядка на 45 Вт. За 20 минут смартфон заряжается на 48%, а полный цикл зарядки составит чуть больше часа, примерно 68 минут. По разным данным, полного заряда хватает на 15 часов использования смартфона, из которых 5 часов активного экрана. То есть заряжать смартфон придётся каждый день. Пару слов про обычные вещи. В смартфоне есть сканер отпечатка пальцев, встроенный в боковую кнопку включения NFC с поддержкой Google Play, Wi-Fi 5-го поколения, OTG и Type-C разъём версии 2.0. Поддержки 5G нет, только 4G, но прошивка глобальная, седьмой 20-й бенды на борту. Ну что друзья, вот такой вот интересный смартфон предлагает компания Blackium. Ну а что думаете вы по этому поводу, обязательно пишите в комментариях. На сегодня у меня всё, всем удачи, пока-пока.